Друзья, приветствую вас! Давайте рассмотрим основные бумажки, что было и что ждет завтра. Так, ну сегодня вот Америка упала и нефть уже снижается. На фоне этого произошла такая раздача массированная. А вот бумажка Газпрома, дневной график. Видите, здесь нарисовалась разворотная формация. Соответственно, посмотрим завтра, что будет и как закроется неделя. Пока нельзя сказать, что это прямо разворот и обвал. Хотя вот корректирующее движение напрашивается на 242-243 по Газпрому. Так, ну давайте посмотрим 4-часовой график. Так, 4-часовой график у нас показывает, что возможно движение на 235,5 вот сюда вот. 235,5. Здесь вот идет наибольший объем. Соответственно, если корректирующее движение будет развиваться, его отбросит отсюда. Так, если мы возьмем часовой график, то у нас что здесь получается? У нас получается, что назрела корректировка и ближайшая цель движения будет 243,6 вот сюда вот. То есть завтра, если Америка не начнет расти, а завтра пятница, и скорее всего, действительно этого не будет, то по Газпрому мы увидим корректирующее движение вниз с наиболее вероятной целью движения. Это в начале 250-й, потом скорее всего 243,4. Можем дойти вот сюда вот. Если не будет серьезного негатива по Америке и нефти, а корректирующее движение в пределах меньшего, чем было сегодня, то, соответственно, вряд ли по Газпрому мы увидим заход ниже 242,243. То есть скорее всего здесь движение остановится. Если, конечно, все завтра посыпется, то мы увидим и заход на 238, 235 и уход по 230 вот сюда вот. Я думаю, наиболее вероятный сценарий завтра вот куда-то в диапазон он сходит 250-243, вот сюда вот. Так, это Газпром. Дальше у нас идет Северсталь. Так, Северсталь. Давайте сначала дневной график посмотрим. У нас по дневному графику, получается, не закончилось корректирующее движение на 876, вот сюда вот в этот диапазончик. Соответственно, завтра, по идее, вот она должна куда-то сюда дойти. Если она доходит сюда, 876, 872, то получается восходящее движение, оно закрыто. То есть бумажка, она и будет дальше колебаться в диапазоне 872, 871, 502. Вот, соответственно, если она вот от уровня, на котором закрылась, пойдет вверх, скорее всего, продолжится попытка пробить его 902, соответственно, ухода на 930-945. Так, как бы сложно сказать, какой будет ход, потому что это еще зависит от настроения на внешних рынках. Вот сегодня Америка посыпалась, у нас тоже все полетело. Но в любом случае, то есть если бумажка от этих уровней начинает расти и доходит, например, до 86, объемы падают и идет вверх, то, соответственно, скорее всего, будет движение на 902 с попыткой пробоя этого сопротивления и выхода на 930-945. Но вот завтра посмотрим, что будет. Если завтра на растущих объемах будет пробой 872-870 вот этого уровня, скорее всего, бумажка, во-первых, она вернется вот в эту консолидацию 870-894. Во-вторых, если она убивает и уходит ниже 870, то, скорее всего, она пойдет тестировать 860, вот этот уровень, при пробитии которого она наиболее вероятно пойдет на 725. Так, резюмирую. Ну, смотрим завтра, что будет, как откроется, если она завтра начнет отскакивать, а это будет в том случае, если позитивно Америка откроется и будет торговаться, то, скорее всего, она сходит вот на 896. Вот здесь вот у нее цель. И здесь начнет консолидироваться. Если завтра будет негативное открытие по Америке, то, скорее всего, бумажка уйдет на 875. Вот сюда вот и, возможно, будет тестировать 870-872 на пробой. Дальше на риске никель. Смотрите, на риске никель. Тут поднивки, здесь разворот. Вороты движения вниз. На что хотел обратить внимание. Сегодня началось корректирующее движение по палладию никель. Ведь в рейнде палладии корректируется. Соответственно, то, что Америка сегодня снижается, на фоне этого на риске никель падает. Соответственно, у него ближайшая цель движения у нас 1156. Но закрытие его достаточно сильно выкупали. Но завтра, если с утра будет восстановление, возможно, мы по на рискому никелю увидим какой-то вот откат. Можно на 17-18 тысяч вот сюда вот. Может быть, даже повыше. В любом случае, в зависимости от того, как откроется Америка, от того, как отторгуется Китай, будет зависеть движение на риск никеля. Как бы в любом случае, здесь получается такая картина, что 1840 он так и не смог пробить. 1840, 18400. И, соответственно, даже если он будет расти, скорее всего, от этого диапазона он будет отскакивать и уходить вниз. Соответственно, я думаю, завтра с утра он немножко отрастет. Может быть, на 18 тысяч отскочит. Может быть, даже отскочит на 15-160. Вот сюда вот. В любом случае, скорее всего, движение будет вниз. Тем более, у него есть незакрытая цель на 1740. Вот здесь вот. После небольшого отскока, если палладий, никель и медь не начнут расти, он пойдет, скорее всего, на это значение сюда вот. Завтра или в понедельник. А во вторник, в понедельник, у нас выходной день, по-моему. Дальше. Дальше у нас идет Сбербанк. Друзья, ну смотрите, вот по Сбербанку у нас здесь получается, Сбербанк пробил сильный уровень и ушел вот в эту проторговку. Соответственно, завтра, если негатива не будет, если Америка восстановится и нефть, но нефть, она, скорее всего, отскочит от 59,2 и пойдет расти. Но это, опять же, если Америка не посыпется дальше. Соответственно, в этом случае мы увидим восстановление по Сбербанку. Скорее всего, вот он поторгуется. И после этого попытается отрасти и отработать цель 238,6. Вот здесь вот. Соответственно, если завтра развивается негатив по Америке или нефть падает, соответственно, мы по Сбербанку, скорее всего, увидим уход в диапазон 233, 231. Вот сюда, вот вниз. Исходя из этого, то есть будет формироваться стратегия движения. Следующая бумажка у нас идет... Койл. Она загрузится. У нас по Лукуйлу получается, что Лукуйл не отработал цель. У него цель 830. Но он, поскольку сильно отпадал, он отрикошетил, он начал восстанавливаться. Какой здесь есть момент? Завтра нефть будет восстанавливаться. Это наиболее вероятный сценарий. Прежде всего, по Лукуйлу мы увидим движение вот сюда вот на 6050. Так, сейчас, одну секундочку. Часовик. Скажу, вот 6030. Вот сюда вот. Так Лукуйл активно распродавали на закрытии. И если негатив по Америке и по нефти усилится, в итоге сначала он пойдет на 5836 вот сюда вот. И потом он пойдет на 5730 вот здесь. В случае с утра, скорее всего, будет движение вниз, потому что его активно распродавали. То есть его надо будет сначала продавить, закупиться. И после этого, если будет формироваться положительный фонд по Америке и по нефти, то, соответственно, его могут выкупить и восстановить сначала на 5940. И, возможно, его завтра подтянут на 5030 вот сюда вот. Но это то, что касается Лукуйла. Так, у нас еще бумажка есть ВТБ. Так, ну вот на недельном графике, если посмотреть, у нас здесь вот этот прямоугольничек внизу сформировался, прямоугольный, у которого цель движения 53. Вот сюда вот. Ну, в случае движения наверх пробоя. Так, если мы посмотрим дневной график, то у нас получается сегодня началось корректирующее движение, но оно идет в рамках вот этой консолидации, и оно идет на падающем объеме. То есть до этого рост, он идет на растущем объеме, сейчас снижение идет на падающем объеме. Это говорит о том, что при наличии какого-то позитива бумажка будет выстреливать и идти наверху, пробивать вот этот вот уровень и дальше выше идти. Так, ну здесь у нас цели отработаны. Вот, соответственно, что у нас здесь намечается на завтра. Так, давайте сейчас часовой график включим. Ну, смотрите, вот если завтра не будет негатива по Америке и нефть будет восстанавливаться, то ВТБ вот у нас, скорее всего, сразу сначала на 43.510 улетит, потом пойдет пробивать 43.892. Если здесь начнет расти объем, то, соответственно, он может пробить и 44.060, вот этот вот пик. В том случае, если завтра Америка продолжит сыпаться, и нефть не восстановится и будет падать, то, скорее всего, мы по ВТБ вот сразу увидим уход на, ну вот этот диапазон, 42.623, 41.980, и тогда он, скорее всего, улетит вот сюда вот. Но я все-таки думаю, завтра наиболее вероятный сценарий это будет отскок вверх. И, скорее всего, мы по ВТБ вот увидим восстановление движения сюда на 43.501, возможно, на пробой вот этого уровня 43.883. Так, ну это основные моменты. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова